В день физкультурника на каждом стадионе округа проходили спортивные соревнования. В парках эстафеты, конкурсы и мастер-классы. Там работала и наша съемочная группа. Спортивное утро в Наташинском парке началось с веселых стартов. Семейные эстафеты без ограничений по возрасту. Главное условие – хорошее настроение и командный дух. Давай, 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 идти. Дай, дай, дай. Беги, беги вокруг. Давай, давай, давай. На стадионе «Торпеда» состоялся товарищеский матч между футбольными клубами «Люберцы-М» и «Торпеда». Вперед, вперед, игры, выйдите. Стадион «Урожай» – один из старейших в округе. Именно здесь мастера непобедимого советского спорта передают опыт подрастающему поколению спорта российского. Это легкая атлетика, армрестлинг, настольный теннис и мини-футбол. С большим удовольствием народ вышел, особенно юные спортсмены, кто любит физическую культуру и спорта, вышли на спортивные арены, на беговые дорожки, на футбольные поля. И я думаю, что все получили массу положительных эмоций и удовольствия. Сегодня соревнуются более ста спортсменов от 4 до 70 лет. Сергей Чернов всю жизнь посвятил спорту, а именно легкой атлетике. Коренной тамильнец на урожай приходит часто. Пусть больше людей приходят сюда и занимаются физической культурой для того, чтобы совершенствовать свое здоровье, для того, чтобы улучшилось состояние здоровья и продлилось долголетие человека. И тем самым мы будем приносить пользу не только самим себе, но и нашему государству. А ветераны сегодня состязаются в настольном теннисе. Фору дадут любому. Потому что в занятиях спортом нет возраста. Есть только сила воли и огромное желание жить этим. Ирина Иванова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.